Благодарю за субтитры, благодарю за участие и прекрасную организацию сегодняшнего заседания Евразийского экспертного клуба. В пользу случаях хотел бы выразить признательность от имени посольства Казахстана и себя лично за приглашение участников в важном мероприятии. Отдельно хотел бы поблагодарить Араму Ильичу Сахаяну за активный и плодотворный вклад в развитие и укрепление диалоговой площадки Евразийского экспертного клуба, а также двустороннего сотрудничества между нашими странами. Сегодня в нашей стране под руководством президента Казим Жуварда Тукаева последовательно проводится курс, направленный на масштабную политическую и социально-экономическую модернизацию и трансформацию страны и дальнейшие демократические реформы. 5 июня этого года в рамках комиссионной реформы в Казахстане состоялся общий национальный региенду, по итогам которого граждане страны поддержали изменения и поправку в Конституцию, направленные на переход от суперпрезидентской модели президентской республики, усиление роли и повышение статуса парламента, расширение участия населения в управлении страной, усиление механизмов защиты прав граждан, сокращение полномочий президента до одного семилетнего срока. 20 ноября этого года состоялись внечеренные выборы президента Республики Казахстан, по итогам которых действующего государства набрал более 80% голосов при высокой явке избирателей. Активное участие народа Казахстана в голосовании является подтверждением высокого доверия к проводимым в стране реформов. 2022 год прошел под знаком 30-летнего установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Армении. За этот период межгосударственные отношения между нашими странами развиваются в духе партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Свидетельством этому является высокий уровень и динамика встреч между руководством наших стран и результатами двустороннего сотрудничества политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной связи. Казахстан и Республика Армении активно взаимодействуют в рамках Евразийского экономического союза, СНГ, ОДКБ, а также по линии ООН, ОБСЕ и других международных организаций. В последнее время наблюдается устойчивая тенденция роста взаимной торговли между нашими странами. По казахстанских данным объем двустороннего товарооборота по итогам прошлого года увеличился на 26% по сравнению с предыдущим годом. При этом казахстанский экспорт вырос на 30%, импорт на 22%. По данным статистического комитета Армении, за 10 месяцев этого года казахстанско-армянский товарооборот увеличился более чем два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И эта тенденция наблюдается, как это было отмечено ранее, моим коллегам по увеличению товарооборота между всеми странами-членами Евразийского экономического союза. Казахстан является активным участником интеграционного процесса в рамках Евразийского экономического союза, открывающего возможности, связанные с расширением рынка сбыта, снятием торговых, административных и таможенных барьеров, доступом к инфраструктуре нашей страны. Все это подчеркивает важность деятельности ЕАЭС для всего евразийского пространства, и Казахстан вносит свой важный вклад в его развитие. Эффективная реализация внутренних потенциалов объединения позволит обеспечить устойчивый темп экономического роста и адаптироваться к усилению конкуренции на рынках в посткризисный период, а также приспособиться к новым вызовам долгосрочной перспективы. В условиях географической турбулентности Казахстан проводит сбалансированную внешнюю политику и наступает за мирное и стабильное развитие международных отношений, сохраняя устойчивые отношения со всеми членами международного сообщества, как в регионе, так и на глобальном уровне. Очевидно, что текущая международная ситуация внесла свои коллективы в деятельность ЕАЭС. Санкционные ограничения существенно сгадались на динамике экономического сотрудничества стран-участниц и затронули экономики в силу Союза. В этих условиях необходимо форсированно искать новые форматы сотрудничества между государственными участниками Евразийского экономического Союза. В поиске новых точек роста в торговле и экономике могут помочь своевременные и активные совместные усилия и жизни. Для оформления современной и эффективной инфраструктуры сбыта продукции в приграничных регионах Казахстана создается система торговых хабов для всего Евразийского пространства. Перспективным может выступить сопряжение возможностей ЕАЭС с потенциалом транснациональных коридоров в рамках инициатив «Один поезд, один путь» и маршрута «Семер-юг». Это открывает странам Евразийской пятерки новые перспективы наращивания экспорта и формирования совместных со странами поезда, транспортно-логистических и производственных цепочек, валютно-финансового и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в цифровой сфере. Этот вопрос обсуждался недавно в декабре в Пешкеке на саммите Высшего Евразийского экономического совета. В повестке встречи на Высшем уровне было также устранение препятствий во внутренней торговле, финансирование крупных кооперационных проектов в рамках Евразийского экономического союза и новой зоны свободной торговли с третьими странами. В списке приоритетов для сотрудничества торговли и партнеров в ЕАЭС такие страны, как Китай, Индия, Египет, Вьетнам, Объединенные Африки, Бразилия, Индонезия, Мексика, Катар, Узбекистан и многие другие. Вступление ЕАЭС в новый этап развития требует усиления взаимовыгодного экономического сотрудничества и перехода на качественный уровень развития. Сегодня страны Евразийского экономического союза могут сыграть особую роль как хабы поставок и международных расчетов, получая новые возможности для роста. При восстановлении взаимодействия, а также в целях углубления евразийской интеграции, необходимо учитывать интересы партнеров и тенденции их внешнеэкономической политики, перенимая передовой международный опыт. Из заключения, позвольте пожелать всем участникам конференции благотворной работы и выразить уверенность, что данное мероприятие станет важной и действенной площадкой по обсуждению вопросов евразийской интеграции. Благодарю за внимание.